Всем привет, с вами Неофрон. Учитывая количество вопросов о рейдовой химии под одним из моих прошлых роликов, думаю данное видео будет как нельзя актуальным, а именно хочу рассказать вам о предрейдовой подготовке в БК Классик. Уверен, будет лучше, если помимо эликсиров, настоев и зелий, я также затрону и другие расходники, используемые в рейдах, дабы сполна охватить данный вопрос. Будем начинать, всем приятного просмотра! Прежде чем мы перейдем к подробному разбору расходников для каждой роли в рейде, отдельно стоит упомянуть барабаны кожевников. По заявлениям Близзард они будут изменены, подробнее в ролике по подсказке в правом верхнем углу и в описании под видео. Пока Близзы не дали официальной информации об изменениях барабанов, будем считать, что они требуют наличия навыка кожевничества 350, поэтому будут доступны не всем, в связи с чем я упомяну их в начале, но при разборе расходников для отдельных ролей и спеков уже упоминать не буду. Кроме того, по последним отсчетам с беты Бернинг Крусейда, эффекты от алкогольных напитков, в частности от Рома Рамзи Черный Ярлык, который увеличивает выносливость на 15, будут заменять баф от еды. Хотя в оригинальном БК можно было скушать еду и выпить ром, и получить оба бафа. Бета только началась, и к релизу все может несколько раз измениться. Тем не менее, чтобы не дезинформировать вас, просто имейте ввиду, что в оригинале баф от еды и рома стакался, а в данный момент на бете они заменяют друг друга. Также я собрал некоторые другие факты с беты БК, но это уже тема для отдельного видео. Скорее всего опубликую его в ближайшее время. Будьте на связи. Начнем наш разбор с классов, наносящих магический урон. Как известно, разные классы и спеки используют разные школы магии, и это стоит учитывать при выборе настоя. Таким образом, магу, ветки огонь и лед, чернокнижнику и жрецу тьмы будет логичным использовать настой чистой смерти. А аркан магу, баланс друиду и шаману стихий – настой слепящего света. Не стоит забывать, что шоки шамана относятся к разным школам магии, и настой слепящего света будет давать бонус только к заклинаниям молний и земляному шоку. Также возможен вариант с настоем великой силы из классики. Немного меньше силы заклинаний, зато для всех школ и по более доступной цене. Альтернативой настою будет эликсир адепта или эликсир с силой заклинаний к определенной школе магии. Такие эликсиры существуют только для магии льда, огня и тьмы. Вторым эликсиром обычно берут эликсир дренейской мудрости для жреца тьмы и рестор друида, и большой эликсир крови волшебника для всех остальных заклинателей. Комбинация эликсиров будет слабее в плане чистого урона, но увеличит запас маны и скорость регенерации. А также в силу того, что эликсиры будут в разы дешевле, их можно использовать в качестве более дешевой альтернативы. Из зелий обычно используется стандартное зелье маны, если вы испытываете проблемы с последней. А также можно использовать зелье разрушения, кратковременно увеличивающая силу заклинаний и шанс критического удара заклинаниями. Для бафа еды можно кушать копченого василиска на 23 силы заклинаний и 20 духа, либо любая другая еда с аналогичным эффектом. Вторым вариантом является суп из рыбы черепа на 20 единиц рейтинга критического эффекта заклинаний и 20 духа. В качестве временного улучшения для оружия есть два варианта масел. Сверкающее волшебное масло, рецепт которого был введен еще в классике. Тем не менее, это масло для заклинателей, у которых критические эффекты имеют значение, будет приоритетным. В частности, это относится к магам любого спека, чернокнижнику разрушения, баланс друиду и шаману стихий. Второй вариант – это превосходное волшебное масло, которое было добавлено в БК. Оно будет приоритетным для заклинателей, урон которых в первую очередь завязан на дотах, а именно для жреца тьмы и чернокнижника ветки колдовство. Кроме того, для всех остальных это масло остается более дешевой альтернативой. Свитки для заклинателя не так актуальны, потому что они взаимозаменяемы с бафами на интеллект, выносливость и дух, мага и жреца. Но если у вас в группе или рейде нет данных бафов, можно использовать свитки в качестве альтернативы. В дополнении зельем можно использовать руны для восполнения маны, но покупка или фарм рун зачастую слишком затратны по времени или золоту. И последним пунктом стоит упомянуть огненный зев, траву, которую могут собирать травники в Зангартопе, одной из локаций за пределье. При использовании данное растение дает 80 силы к заклинаниям огня и шанс нанести 40 урона огнем в ближнем и дальнем бою на одну минуту. Вторую часть эффекта можно не принимать во внимание, шанс срабатывания достаточно низок и не будет значительным. А вот часть с увеличением силы заклинания огня должна прийтись по вкусу магам и чернокнижникам, использующим соответствующие заклинания. Примечательно, что подобная трава существует только с эффектом к магии огня и никакой более. Почему Близзард решили ублажить магов и отчасти чернокнижников, для меня остается загадкой. В случае с хиллерами настои явно выглядят хуже, нежели комбинация из двух эликсиров. Лучшим выбором для друида исцеления и жреца света будет эликсир дренейской мудрости и эликсир целительной силы. Для рестор шамана и паладина света вместо эликсира дренейской мудрости лучше использовать большой эликсир крови волшебника. Настои в случае хилов проигрывает эликсирам, тем не менее стоит упомянуть настой могучего восстановления, а также можно использовать настой чистой мудрости из классики. Среди зелий выбор небольшой. Зелье маны это все для целителей. Следующий пункт это еда. И лучшим выбором для хилов будут палочки золотой рыбки на 20 духа и 44 бонусного исцеления. Для временных улучшений на оружие ситуация схожа с заклинателями. Лучшим выбором будет сверкающие масломаны из классики и как более дешевый вариант превосходные масломаны добавленные в БК. В случае со свитками, опять же если у вас в рейде нету мага либо жреца с бафами на интеллект, выносливость или дух, используем свиток на недостающий баф. В остальных случаях свитки будут бесполезны. Также стоит упомянуть руны для восстановления маны, но как я уже говорил они стоят достаточно дорого. Для танков в БК был добавлен настой укрепления, увеличивающий запас здоровья на 500 и рейтинг защиты на 10. Альтернативой данному настою будет большой эликсир ловкости, он увеличит генерацию трита и авойден с танка за счет ловкости. В пару к этому эликсиру обычно берут большой эликсир защиты на 550 брони или большой эликсир стойкости на 250 единиц жизней. А для паладинов, танкующих численные паки мобов, актуальным будет эликсир земли. Из зелий обычно в тяжелых ситуациях, где нужно повысить выживаемость, используют зелий железного щита, увеличивающий запас брони на 2500 в течение двух минут. Также есть зелий героизма, который очевидно предназначалось танком, но в силу того, что оно действует только 15 секунд, зелий железного щита выглядит выгодней. В качестве бафа еды чаще всего используют рыбацкую усладу, либо еду с подобным эффектом, повышающим выносливость на 30 и дух на 20. Благо, блюд с подобным бафом существует великое множество в БК, и некоторые из них стоят копейки. Альтернативой может выступать жареная ильница на 20 ловкости или подобная пища с таким же бафом. Данная еда будет увеличивать шанс уклонения и критического удара. И последний вариант – это острый стейк из столбука на 20 рейтинга меткости. Эта еда будет полезной, если у вас не хватает данного показателя или вам пришлось переодеть пару вещей на устойчивость к школам магии, что на некоторых боссах вам придется делать. И нередко в таких случаях у вас будет недостаток меткости. Для временных улучшений на оружие воинам танкам подойдут точильные камни либо грузила, но не спешите их использовать. С большой вероятностью у вас в группе будет шаман с тотемом неистовства ветра, и баф от тотема будет явно предпочтителен. Поэтому не забудьте убрать эффект грузила на оружие, иначе он будет препятствовать наложению бафа от тотема. В случае с паладинами вместо грузил лучше будет использовать превосходное волшебное масло на силу заклинаний. Друидам танкам подойдет только адамантитовое грузило. Урон в формах прибавляться не будет, но зато вы получите 14 рейтинга крита, что уже лучше чем ничего. А вот свитки для танков будут как нельзя кстати. Свиток на силу и ловкость повысит уклонение и генерацию трита воину и друиду. А свиток на броню будет полезен всем троим. Ну и в ситуации, где у вас нету бафа на выносливость от жреца, пригодится свиток выносливости, а паладину свиток на интеллект, если отсутствует маг с соответствующим бафом. Последним пунктом в случае с танками хочу упомянуть зерно кошмарника. Его можно получить при сборе травы в запределье под названием лоза кошмарника. Данный предмет повышает запас жизни на 2000 на 30 секунд и будет весьма полезен для повышения выживаемости танков в критических моментах. Последними рассмотрим классы ближнего боя и охотников. Лучшим выбором химии длительного действия для миликов является настой безжалостного убийцы, увеличивающий силу атаки на 120 единиц. В случае с охотниками большой эликсир ловкости и большой эликсир крови волшебника будет предпочтительный, но настой также очень хорош. В качестве альтернативы среди эликсиров для классов ближнего боя можно использовать тот же большой эликсир ловкости. Он будет особенно хорош для разбойников и друидов котов. Для всех остальных также можно присмотреться к оскверненному эликсиру силы. В качестве охранного эликсира можно использовать большой эликсир стойкости, но будучи классом ближнего боя я бы даже не стал на него тратиться. Лучше использовать настой на 120 силы атаки, а в целях экономии пить лишь большой эликсир ловкости или оскверненный эликсир силы. В качестве зелий и для охотников и для классов ближнего боя единственным выбором будет зелье ускорение, увеличивающее показатель скорости на 400 единиц на 15 секунд. Отличное дополнение к активируемым аксессуарам и другим бурстовым способностям и предметам. Лучшей едой для охотников, друидов, котов и разбойников будет жареная ильница на 20 ловкости. Для инхшаманов, воинов и ретрипаладинов выбором будет жареное мясо копытня на 20 силы. А также, как и в случае с танками, если вы испытываете недостаток меткости, острые стейки столбука на 20 меткости немного сгладят ситуацию. У разбойников также есть возможность готовить чай и скорополоха. На 70 уровне он восполняет 40 энергии. Отдельно стоит сказать о еде для питомцев-охотников. В БК повара будут способны готовить специальную еду для братьев наших меньших, а именно кит и кот на 20 силы и духа, а закуска спорлингов повысит выносливость и дух на 20 единиц. Перейдем к пункту временных улучшений для оружия. И здесь, в зависимости от класса, предпочтения будут меняться. Итак, разбойникам лучше использовать свои яды. Благо в БК количество дебаф-слотов на цели это позволяет. А также не забывайте освобождать оружие в правой руке для бафа тотема Нистовства ветра. Энг-шаманам вообще не нужно заботиться об этом пункте. Вашим лучшим выбором будут ваши собственные бафы, оружие Нистовства ветра и другие. Воинам и ретрипаладинам стоит использовать грузила и точильные камни. А лучшим вариантом, конечно же, будет тотем Нистовства ветра от шамана. У друидов единственный вариант – это адамантитовая грузила. Урон в форме кота оно не повысит, но, как я уже говорил ранее, рейтинг критического удара вы получите. И последними поговорим об охотниках. Как бы странно это ни звучало, но точильные камни и грузила увеличивают урон дальнего боя, хотя применяются к оружию ближнего боя. Именно адамантитовая грузила даст прибавку и к урону, и к рейтингу критического удара. А вот адамантитовый точильный камень увеличит только урон, потому что в описании данного камня конкретно указан рейтинг критического удара ближнего боя. Поэтому в случае с точильными камнями можно использовать точило скверны, прибавляющие только 12 урона. Но при этом оно будет дешевле адамантитового. Если вы, будучи охотником, используете два одноручных оружия, адамантитовая грузила в общей сложности дадут вам прибавку, эквивалентную 112 силы атаки и 28 рейтинга критического удара из расчета для оружия дальнего боя со скоростью 3.0. В дополнении стоит упомянуть о превосходном масле маны на 14 мп5. Регенерация маны также очень важна для охотника, хотя грузила, конечно, выглядят куда привлекательней. Из свитков для охотника будет полезен свиток на ловкость и интеллект, если нет бафа от мага. Кстати, питомца вы также можете бафнуть свитком на ловкость и на силу. Всем остальным классам ближнего боя, а именно разбойникам, друидам, котам, энгшаманам и воинам с третри паладинами, будут полезны свиток на силу и ловкость. Также для охотников и паладинов будут полезны руны для восполнения маны. На этом видео подходит к концу. Как всегда буду рад вашим лайком. Не стесняйтесь задавать вопросы или дополнять информацию в комментариях, если я что-то упустил. А также подпишитесь, если видео пришлось вам по душе, впереди еще много интересного. Всем спасибо за внимание и пока-пока!